Не скажем, что наше творчество на телеканале «Звезда» не имеет результатов. Конечно же, имеет. Нам задают вопросы. Где находится фирма-подъемник? Мы отвечаем. Это улица электросети, 31, левый берег. Ну, напротив трамвайной остановки Луговая. Тут недалеко. Это пункт технического осмотра. Давайте сегодня поговорим о другой теме. Теме, которую мы только слегка затронули в первом сюжете. Это подъемные механизмы и строительство. Дело в том, что то, что провозгласила Единая Россия и наш президент строительство доступного жилья, имеет и оборотную сторону. Подчас и довольно часто такое случается, что строят непонятно кто, непонятно чем, непонятно какими инструментами. Но не надо забывать, а это уже информация для руководителей строительных организаций, что уголовный кодекс никто не поменял. Если, не дай бог, что-то случится, то отвечать по всей строгости закона придется именно вам. Но чтобы этого не произошло, все-таки занимайтесь промышленной безопасностью. Почему так жестко и где гламурность и помпезность? Да пока не до первого, не до второго. Действительно, после времени великого хапка наступило время великого строительства. Но сути принципы не поменялись. Тогда хапали все, что хорошо или плохо лежит, сейчас строим, абы как и абы чем. Искренне сомневаюсь, что саморез или хуже того гвоздь удержит красивый сайдинг столько времени, сколько стоит штукатурка и облицовка сталинского ампира. Это к вопросу о качестве строительства. Теперь чем мы строим? Идут не будем рассуждать. Анализы профессионалов готовы. Единицы есть, которые покупают новую технику. В основном покупают технику, которая 10, 15, 20 лет ей уже. Поэтому данная техника не очень приспособлена к новому строительству. И происходит много нарушений, отклонений от проектов, от самих заданий, которые надо им строить. И для этого создались такие организации, как подобные нашей, полуподъемник, которые занимаются обследованием данных механизмов, вышедших из срока эксплуатации уже. Отработали свой нормативный срок. И нам заключены контракты с заказчиками, которые приезжают к нам, и мы проводим диагностику данных механизмов. Или осуществляем выезды, если не самоходная техника, выезды на объекты к заказчикам, то есть на мостовые, башенные, кранные и различные модификации. Кто-то может подумать, да вот приобрел базу, приобрел кран, вроде так еще неплохо выглядит, еще не совсем ржавый. Но что скрывается? Значит, в основном, покупая технику, поднимают автомобильный кран, ну хорошо, больше ничего не надо. А то, что внутри там стрела, например, уже предел свой отработала, что перегиб уже огромный. Следующее, ни одного прибора безопасности нету, а сейчас в наше время без прибора безопасности вообще жить невозможно. Следующее, гидрооборудование все уже пришло такой степени, что лучше на свалку везти. Казаччики мало обученные, они проходят какие-то курсы, недели-две, этого недостаточно, чтобы выйти. Вера Майна и все, да? Да, больше ничего не понимает он. Поэтому я считаю, что даже на будущее любимым заказчикам, что если решили покупать какую-нибудь технику поддержанную, пригласить любую экспортную организацию. Ну что наше? Возможно, наше мы тоже качественно смотрим все это. С нами проехать, посмотреть технику, мы уже скажем уже предварительные итоги, еще дефекты какие назовем там, и чтобы обратили внимание, стоит ли вообще покупать этот кран или не стоит. А многие купили, говорят, приезжают, посмотрели мы кран, говорят, сколько ремонт стоит, называемая сумма. Я в два раза меньше дешевле купил. Так надо головой соображать. Поэтому причины звали, что сначала приезжайте к нам, советуйтесь с нами, что берете, а потом уже думаете, покупать, не покупать, стоит ли вообще техника, как говорится, яйца выеденного. И действительно, есть техника, которую проектировали, чтобы служить не один десяток лет. Вот только чем серьезнее ее предназначение, тем серьезнее должен быть и подход к ее обслуживанию. Лайнер, например, проходит осмотр перед каждым поднятием в небо. Мне же в бытной слесарем кранной бригады калибровочного завода приходилось этим заниматься каждый понедельник и четверг. И мне, в принципе, понятно, чем занимаются эти ребята. Но тогда визуальный осмотр каждого сантиметра троса занимал времени в разы больше. И тогда каждый крановщик знал, что можно, а что нельзя. Существуют доктора человеческих душ и человеческого тела. И доктора имеют своеобразные приборы. Томографы, ядерно-магнитные резонаторы, приборы УЗИ. Вы можете со своими приборами залезть и посмотреть, что делается внутри, под слоем, краски, вообще под внешним шиком? У нас в нашей фирме закуплены приборы, твердомер, который твердость металла определит. Потом сделаны приборы для УЗК металла, нахожение трещин. Даже подказ хоть по каким видам мы все можем определить. В том числе здоровье крана? Целлость из канатов определить. Тоже есть такие же приборы. Тут тоже интрос. Определить целлость из этого каната. Наличие целлости из гидрооборудования. То есть приборы мы проверим, где у нас разрывы гидрооборудования есть. Там шланги, РВД или течи по гидроцилиндрам. Это все мы находим нашими приборами. Критике и к экспертным замечаниям просто необходимо прислушиваться. Литератор, либо журналист, выслушав оную, излится и делает лучше. Строитель, либо главный инженер задумывается и задает вопрос начальству. Типа, где ремонтироваться будем? И где специалистов найдем? И где фонд заработной платы? И так далее, и тому подобное. Подъемник предлагает свой подход. Универсальный и комплексный. Мы развиваем ремонтную базу. У нас созданы ряд бригад, которые занимаются по различным видам деятельности. То есть ремонт там, кто-то башенные краны, какие-то мостовые, какие-то автомобильные. Те же самые подъемные сооружения, подъемные вышки те же, АГП различные. И для этого создали базу. Ее сейчас постепенно наращиваем, комплектуем с современным оборудованием. Сейчас у нас заключены на поставку запчастей с крупными заводами. Это Ивановский, Камышинский завод. Это на поставку запчастей. Потом заключен контракт у нас на поставку с Розамасским приборостроительным заводом, который поставляет на приборы безопасности. На все оборудования, на столовку приборов, на люди обучены. То есть наша организация может своими силами ставить данные приборы. После этого производить их монтаж, настройку и ремонт. Если что-то случится. Я обратил внимание и меня действительно поразил тот факт. Мы зашли в ваш ремонтный бокс и я увидел, это что, новый кран? Данный кран пришел к нам летом. Он был в состоянии очень плачевном. То есть ржавый, грязный и оборудование всего плохое. Планируем 1 февраля отдать заказчику данный кран в идеальном состоянии. Полностью произведен ремонт всего гидроворония, заменены все цилиндры, произведена его грунтовка и покраска. И сколько этот кран еще послужит заказчику в случае, если он будет обслуживаться у вас? Планируем, что следующий ремонт мы произведем только минимум через 5 лет. У нас есть разрешение от Ростехнадзора на производство ремонтов, проведение обслуживания данных механизмов, господинных механизмов. То есть мы сделаем ремонт и с нами многие заказчики заключают контракты на проведение сервисного обслуживания. То есть мы или ежемесячно, или раз в квартал выезжаем с данным заказчиками и проводим сервис. То есть мы заранее не ждем эти 2-3 года до истечения нормативного срока, а проводим заранее, находим дефекты, если они появляются, и устраняем тоже на месте. Для тех, кто хочет убедиться в действенности и работоспособности данного коллектива, мы решили провести эксперимент. Вот в таком состоянии сюда привезли Остов трудяги из Полина. Ни электрики, ни гидравлики. И ладно, хоть мозгов хватило, не сдать рабочий еще механизм на переплавку. И нам пообещали, а мы проверим, что из этого получится буквально через месяц-два. А времени немногим более того, что вы смотрели эту передачу, заняла экспертная оценка крана мощнейшей строительной организации города. И он поехал далее трудиться и возводить объекты. Мы с ними работаем буквально с самого начала основания этого предприятия. Работают практически тут люди добросовестные, знающие свое дело. Это самые грамотные, я считаю, специалисты, которые прошли, некоторые даже через трес-магнитострой, работали в управлении механизацией тоже раньше. И частенько, не то что частенько, всегда работаем вместе. Работаю, ну не подлежу сомнению. Конечно, существуют разные подходы к вопросу строительства и вообще к вопросу выполнения и качества работы. Ну, некоторые любят кривые понты, берут садики, делают там крутые офисы. Ну, а пока фирме подъемник не дает этого. Дело в том, что необходимо подтверждать и регулярно это делать, свою репутацию. А специалисты этой фирмы делают это регулярно. И, конечно, хотелось бы, чтобы все было в сайдинге, но скоро и это будет. Потому что процесс идет постоянно и только набирает обороты. И мы этому исключительно рады.